Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Даша, я персональный стилист и создатель школы Dash Style School. Друзья, сижу сейчас в своей квартире напротив окна. Свет невероятный, а это значит, что мы перезимовали. Господи, я не могу в это поверить. Это прекрасное ощущение, что наконец-то пришла весна, лучшее время года. И знаете, весной мне всегда хочется носить только светлые образы, потому что наконец-то вся вот эта неприятная погода закончилась. Наконец-то сухой асфальт и можно надевать светлые образы, поэтому я всегда этим временем пользуюсь. И сегодня для вас собрала подборку светлых луков. Посмотрите, какая красота. Сзади у меня висит эти вещи из магазина All We Need. Кто на меня смотрит, знаете, что я очень люблю этот бренд. Это российский бренд. Кто впервые смотрит, сейчас я подробно про него расскажу. То есть это будет и обзор бренда, и идея таких тотал светлых луков на весну. Поэтому если вам это интересно и вы хотите сделать свой гардероб более светлым и свежим, продолжайте смотреть. Итак, когда мы с вами собираем светлые образы, нужно понимать, что он не обязательно, чтобы цвет был идентичный. Что все вещи были просто белые, да? Вещи могут быть разных светлых оттенков. Это будет прекрасно сочетаться между собой. А вот эти времена, когда молочные не сочетаются с белым, они уже давным-давно прошли. Сейчас можно все это легко миксовать. Конечно, нужно глазами смотреть, чтобы образ выглядел законченным. Но, тем не менее, пробовать можно. И первый образ, который я вам покажу, будет состоять из двух цветов. Это светло-серый и белый. Я возьму вот такую вот светло-серую косуху. И белые брюки. Вот где-то здесь они у меня были. Вот они, шикарные белые брюки. Давайте расскажу обо всем по порядку. Значит, первая вещь будет, это вот такая просто невероятной красоты. Светло-серая косуха. А вообще, All We Need бренд, с которым я дружу очень-очень давно. Мне кажется, мы познакомились, наверное, в году 2017-м, что ли. И тогда они начинались с такого маленького шоу-рума в центре Москвы, где продавали только пальто. Я тогда сразу их заприметила, потому что я искала для своих клиентов точки шоппинга, где можно делать хорошие покупки. И сразу обратила внимание на этот шоу-рум. Мы подружились в итоге с командой. Я стала их постоянным покупателем, клиентом. Ну и теперь блогером, который работает и сотрудничает с ними. Так вот, сначала они были действительно теми, кто делает крутые пальто и всю верхнюю одежду. И сейчас у них в коллекции, помимо пальто, добавились еще кожные куртки. И мне кажется, я каждый сезон тоже про них рассказываю. Лично у меня в коллекции есть как минимум две штуки косух от All We Need, потому что они на самом деле очень классного кроя. Во-первых, они достаточно объемные, но при этом не гигантские. То есть они не увеличивают чрезмерно. То есть это такой хороший оверсайз, как раз который я люблю. Он делает такую женственную, очень женственный такой силуэт, при этом добавляет объем. Я не знаю, слышно вам или нет, но она такая, знаете, тяжеленькая и приятная по фурнитуре. Вот это должно быть даже как-то так по ощущениям. Это так абсолютно, то есть это вещь, которую прям вот приятно на себя одевает. Есть такие вещи немножко тяжеленькие, и в этом как раз их кайф. И у них очень хорошая фурнитура всегда. В общем, мне кажется, вот так даже очень неплохо. Очень красивый, правда, цвет. Нежно-серый. Почему я люблю такой цвет? Он очень хорошо подойдет разным типам внешности. Вот у меня, например, внешность нейтральная. То есть мне идут и теплые, и холодные оттенки. Но свой гардероб я в основном строю в теплых. Так вот, даже мой гардероб с теплыми оттенками, такой красивый цвет серого, пишется просто отлично. И если у вас, например, гардероб состоит из холодных оттенков, он также будет отлично работать. Ну и по контрастности. Смотрите, я девушка средней контрастности. Есть девушки низкой контрастности и высокой. И вот и там, и там, и там эта косуха будет просто отлично работать. Я предлагаю для того, чтобы лук был светлым, добавить туда вот такие вот светлые брюки. Абсолютно тоже шикарная новинка у бренда. Вот такие, смотрите, широкие штанины. У меня, кстати говоря, тоже есть белые брюки от этого бренда. Но вот эти брюки, новинка этого сезона, они прям очень шикарные. Сейчас я сделаю подсъемы, вы увидите, как они сидят. То есть они вот здесь вот на защипах спереди, и у них очень красивые широкие манжеты внизу. Естественно, сейчас, когда вы увидите лук, там будут брюки эти длинноватые. То есть их нужно отрегулировать по длине. Но в этом нет ничего страшного. Не нужно думать, что вы всегда в магазине купите готовую вещь той нужной вам длины. Вы просто берете, покупаете, и потом спокойно регулируете это по длине. В идеале, конечно, чтобы брюки были максимально длинные. Потому что именно максимально длинные, они всегда смотрятся шикарно. Но понятно, что мы живем в таких погодных условиях, что не хотим, чтобы это все по полу как-то волочилось. На видео пока еще они у меня не подрезаны, но потом я их, естественно, приберу обязательно вот здесь вот по длине. Так вот, выбирайте максимально длинную длину, чтобы закрывало каблук или там с чем вы будете носить, да, по обуви ориентируйтесь. Ну, конечно, чтобы до пола не доставал. И получается у нас светлые вот такие брюки. Вот такая красивая серая косуха. И внутрь я добавлю тоже такой светлый топ. Он будет белым, но он будет прозрачным. Вот такой вот, посмотрите. Вообще, прозрачность это один из трендов сезона 2023. Если посмотреть подиумные примеры, то там есть вообще полностью прозрачные платья или полностью прозрачные блузы. Понятно, что в жизни немножко сложновато так носить. Есть, конечно, мероприятие, куда можно вот так вот сделать эффектный выход. Но для ежедневной носки это, конечно, немножко сложновато. Но вот такие штуки полупрозрачные с длинным рукавом мне очень нравятся. Я сейчас и себе тоже, и клиенту такие часто покупаю. Как носить такие полупрозрачные вещи? Есть два варианта. Либо мы надеваем туда бежевый бюстгальтер, гладкий. И тогда его будет незаметно. Либо, если вы хотите эффектного выхода, наденьте на гладкий черный, чтобы его прям было видно. Но обязательно гладкий и бежевый, и черный. Если мы наденем белый, будет смотреться плохо. Будет такое белое пятно здесь. Поэтому белое белье, кстати, не самая выгодная инвестиция. Лучше покупать бежевое или черное. И таким образом получится у нас такая прозрачная, женственная очень блуза. Под такой брутальной, хорошей курткой, тяжеленькой. И вот это сочетание фактур будет классно смотреться. Смотрим на видео. Смотрим на видео. Так, поехали. Второй лук супер женственный, с невероятной юбкой. Я знаю, что вы часто меня просите образы с юбками. И говорите мне, Даш, ну почему все время брюки? Хочется юбки. Так вот, в этом видео у меня будет аж два образа с юбками. Ну, посмотрите, какая летящая красота, струящаяся. Очень красивая юбка. Я не знаю, что это за материал. Кстати, я не смотрела состав. Но по ощущениям очень приятная. Там внутри есть под юбник такой сечты. А, сейчас вам покажу вот такое вот бежевого цвета. И сверху вот такая вот струящаяся юбка-плиссе. И что очень приятно, она на резиночке. У меня, кстати, размер L. Поэтому все вещи, которые вы сегодня видите, это размер L. И вы можете по мне посмотреть посадку. И юбка у меня тоже в размере L. Что мне особенно понравилось в этой юбке, кроме материала, это ее длина. У нее длина макси, но такая, знаете, комфортная макси, которая не будет тоже мешать при ходьбе. В этом сезоне юбки макси это просто мастхев любого дамского гардероба. Поэтому очень вам рекомендую присмотреться. Ее можно носить как с сандалями на плоском ходу, так и с кедами, например, типа Adidas. И можно надеть с босоножками, с открытыми пальчиками на высоком каблуке, да. Можно в более прохладную погоду надеть, например, с брутальными такими сапогами. То есть будет струящаяся такая вот юбка, светлые, например, черные такие армейские сапоги. Тоже будет классно смотреться. Поэтому юбка для просто на все случаи жизни. Я в комплект к ней возьму невероятной красоты светлое пальто. Помните, я вам говорила, что All Winits специализируется на пальто. И я всегда выбираю у них пальто. Хотя у них, кстати, в этом сезоне и тренч тоже очень классные есть. Я вам оставлю ссылку на все вещи. Перейдете потом из-за описания видео посмотрите. Тренчи у них тоже светлые есть. Но я вот решила взять пальто, потому что пальто, ну я не знаю, мне кажется, это мечта любой женщины носить вот такое вот светлое пальто. Я не хочу даже думать о том, куда в нем ходить, есть ли повод. Потому что это как раз та самая вещь, которую просто хочется иметь в своем гардеробе. У этого пальто тоже очень хорошая длина. Сейчас на видео вы увидите. Оно практически в пол. И это самая модная длина последних лет. Вот в этом сезоне особенно все дизайнеры предлагают только макси длины. Поэтому если вы хотите сейчас покупать верхнюю одежду, лучше покупать максимально длинную. Потому что вы сможете потом еще лет 10 как минимум такое пальто носить. Ну и цвет. Невероятный такой молочный цвет. Очень тонкое, что мне нравится, но при этом теплое. То есть его можно и сейчас весной носить, и осенью оно будет классно. Ну и на самом деле, знаете, лето тоже бывает разное. Плюс мы все уже в разных регионах. В некоторых случаях летнее пальто где-нибудь в Питере, я думаю, будет очень тоже хорошим решением. А у него мне нравится здесь еще сделан воротник в виде шали. То есть оно не смотрит с таким вот мужеподобным. Сейчас очень много пальто с четкой линией плеч и с таким активным ласканом. Я тоже такие люблю. Но вот это исключение такое очень женственное, нежное. Ну в общем, такое романтичное настроение. И внутрь я надену майку. Да, вот такое сочетание майка плюс пальто. Потому что на весну хочу обратить ваше внимание на майки, которые у All We Need в этом сезоне представлены. На самом деле, хорошая майка всегда нужна в весеннем и тем более в летнем гардеробе. Поэтому сразу вам ее показываю. Майка должна быть плотная. Она должна быть в мелкий рубчик. И плотная настолько, что вы могли надеть ее без белья, если вы, например, носите майки без белья. Вот как раз такая майка. Ее можно надеть и без белья, и с бюстгальтером, как вам больше нравится. Но что еще важно? Важно, чтобы горловина вот здесь вот была очень плотной и хорошо, вот так прилегала здесь к телу, не была такой дряблой. И очень важное место у любой майки – это подмышечная впадина. Потому что это место должно очень красиво смотреться. Вот здесь вот, знаете, в зоне подмышки у нас часто бывают какие-то, может быть, нюансы, которые хотелось бы не акцентировать. Так вот, если правильно скроена пройма, то это будет смотреться хорошо. И вот это как раз пример той самой майки, которая у вас будет красиво смотреться. Напоминаю, что у меня размер L, и сейчас на видео вы увидите, как она сидит. Ну и мне нравятся такие сочетания майка плюс пальто. Я вообще нисколько не смущаюсь. Также я с удовольствием ношу, например, тренч с босоножками. Мне нравится миксовать чуть более теплые такие даже осенние вещи с летними. Мне всегда кажется, что это очень стильно выглядит. Очень нетривиально, нестандартно. Поэтому вас приглашаю тоже присмотреться к этой идее. Третий образ у меня будет тоже с юбкой. Зная, что вы радуетесь, что много юбок. Но что носить весной, как не юбки, правильно? И здесь у меня просто находка века, я вам скажу. Вот я 10 лет работаю стилистом, и вот такие юбки днем с огнем не сыщешь. Сейчас я вам расскажу, в чем же тут вся фишка. Смотрите, это белая хлопковая юбка длины миди. То есть она где-то до середины икры. И она на подкладке, на очень тонкой подкладке. Я всегда гоняюсь с такими предметами. Во-первых, потому что летом это просто незаменимый элемент гардероба. Но при этом их на самом деле очень сложно найти. Чтобы сама юбка была тонкой, и подкладка была тонкой, и не жаркой, но в то же время была. Потому что если у юбки или у платья нет подкладки, оно не будет хорошо сидеть. И это всегда выдает какие-то не очень дорогие производства, когда нет подкладки. Поэтому здесь, в этом смысле, в смысле качества, у Олвинида всегда все супер топ. Обожаю их за это. И вот за такие простые решения. Ну, казалось бы, юбка длины миди в белом цвете, просто хлопковая. Где найти? Никогда не найдешь, будешь специально искать. Поэтому, кто сейчас понимает всю, вообще весь нюанс этой вещи, ссылочка внизу, не провороньте. Очень хорошая длина. У меня размер L. И я буду носить ее вот с таким вот кардиганом. Смотрите, какой красивый белый кардиган. Хлопковый кардиган тоже must have всегда на весну и на лето. Потому что его можно использовать как второй слой вместо пиджака, вместо тренча, вместо пальто, как угодно. Летом, опять же, набросить на плечи хлопковый кардиган – прекрасное решение на вечер. И здесь очень красивый дизайн. Смотрите, сам кардиган светлый. При этом у него синяя окантовка, не черная, а темно-синяя. Это очень красиво смотрится. И очень красивые такие роговые пуговицы. В общем, суперстильная вещь. Можно с ним создать и такой, не знаю, просто casual городской, да, с джинсами надетели, с брюками. А можно, например, морской стиль. Можно туда добавить белые джинсы, какой-нибудь, не знаю, красный платок сюда. В общем, как ваша фантазия разыграется. И здесь такой образ в стиле Виктории Бекхэм. Юбка достаточно узкая, более объемный такой кардиган. И получается, по-моему, очень красивый жест, но в то же время такой очень интеллектуальный образ. Цветные образы всегда освежают. Но надо понимать, что если цвет одежды вот прям кипельно-белый, то он подойдет далеко не каждый. Например, если вы, девушка, внешности более светлой, чем я, то очень яркий белый цвет, он будет бледнить или заглушать внешность. А вот если, например, вы, наоборот, с яркими темными волосами, то чем ярче белый цвет, тем будет вам лучше. В общем, с цветом есть нюансы, которые нужно подбирать индивидуально. Казалось бы, светлый цвет, да, просто все белое, но на самом деле есть нюансы. Какой-то цвет более теплый, какой-то более холодный, какой-то более молочный, какой-то больше в синеву уходит. И вот эти нюансы вам нужно про себя знать для того, чтобы цвет хорошо вам подходил. Например, на мне блуза сейчас, она такого светло-молочного цвета, и она в моем колорите смотрится лучше, чем яркий белый цвет. Потому что яркий белый цвет на мне будет хорошо смотреться только в случае, если я буду загорелой. То же самое касается фасонов. Все фасоны, которые я сегодня вам показала, они подходят мне по типу фигуры, но это не значит, что они подойдут вам. Естественно, для своих роликов я всегда стараюсь подбирать максимально универсальные варианты, чтобы дать вам какую-то более такую общую рекомендацию, чтобы подошло большинство людей. Но, естественно, есть все равно индивидуальные решения. У всех разная посадка брюк, у всех разная длина, у всех разный рост, у всех разная полнота, разный размер. И в конце концов, разный тип фигуры. Так вот, совсем скоро у меня в школе стартует легендарный курс алгоритм гардероба. И в этот раз это будет часть, которая называется основой стиля. Она посвящена полностью вашим цветам, фасонам и посадке одежды для себя. По большому счету алгоритм гардероба это вот самые основы, которые я считаю в школе должны просто девочкам обязательно рассказывать, чтобы они умели выбирать одежду для себя, выбирать правильную посадку и правильные цвета, которые вас украсят. То есть после курса вы сможете не просто выбирать себе вещи, но и сможете заказывать онлайн, потому что вы четко будете знать, какие вам нужны фасоны, какие вам нужны ткани, какие вам нужны длины, пропорции и так далее. То есть вся вот эта математика стильная будет у вас просто как дважды два четыре. Поэтому курсы называются алгоритм гардероба. Там все максимально понятно, четко и разжевано. Курс стартует 1 июля, то есть еще не скоро. Но сейчас, почему я вам про него рассказываю, действует специальное предложение. Поскольку у нас сейчас идет этап раннего бронирования, то на курс действуют скидки аж до 10 тысяч рублей. Внизу под этим видео я оставлю ссылку на курс, где вы сможете посмотреть подробно программу, какие уроки туда входят, какие бонусы. У нас в подарок идет потрясающий стайлбук, который кураторы изготавливают индивидуально для каждого ученика. Это вообще такая шпаргалка, которой потом вы сможете пользоваться до пяти лет и смотреть там свои цвета, свои фасоны. В общем, все-все-все, что будет на курсе, у вас там будет сохранено. Плюс после каждого урока у нас есть домашнее задание, есть PDF-материалы, конспекты, которые вы скачиваете себе на телефон и тоже всегда можете освежить, если вам хочется о чем-то вспомнить, о чем мы говорили на курсе. Всего в этом курсе 9 уроков плюс бонусы. Стартуем 1 июля и сейчас самое лучшее время, чтобы купить его по лучшей цене. Можно просто купить со скидкой, а можно взять в рассрочку у банка. Тоже очень хорошее решение, потому что вы не платите процент, процент за вас платит моя школа. Все ссылки на вещи, на курс, на мои соцсети, где вы можете еще со мной пообщаться, познакомиться и посмотреть, какие еще программы есть в школе, оставляю все это внизу в описании под этим видео. Прямо сейчас переходите в описание этого видео и нажимайте на ссылочку. А мы с вами увидимся на следующем видео. Пока-пока.